Вы уже слышали, что руководство Зимбру подало в отставку и теперь исполнять обязанности генерального менеджера клуба буду я. Мы проведем небольшие реформы, но не волнуйтесь, никто не будет нарушать традиции клуба. В Зимбру как не было профессиональных футболистов, так и не будет. Мы будем полагаться на ребят, которые отлично проявляют себя в разных ситуациях. Например, в защите у нас будет играть Игорь Гроссу. Он особенно хорош в играх против преднестровских команд, он не пускает в свою зону никого. В нападении будет играть Иван Чебан. Да, странный выбор, но для того, чтобы мотивировать Ивана на большее достижение, мы повесим на ворота соперника баннер рекламный. А рядом поставим ларех несанкционированный и увидите, какая мощь у нас будет в нападении. Простите, а кто будет отвечать за передачи? Странный вопрос, очень странный вопрос. За передачи будем отвечать мы, как уже это делаем многие годы. Это эксклюзив-ньюс, лучшая информационная передача на медийном поле канала ТНТ-Эксклифт-ТВ. Дима Свисток. Добрый вечер, дорогие друзья. Друзья, начнем, конечно же, с поздравления наших самых маленьких зрителей. Ведь на этой неделе был День защиты детей с праздником вас, детишки. Конечно, лучшим подарком для всех детей было бы закрытие в социальной сети ТикТок. Тогда бы мы реально защитили наших детей от деградации. Но пока мы не в силах. Мы можем просто пожелать вам счастья, здоровья, дорогие ребятки. И, конечно же, слушайте ваших родителей. Слушайте родителей, а не Маргер Штерна. Если родители слушают Маргер Штерна, об этом мы уже поговорим чуть позже. Ну, а пока вернемся к детям. Все мы дети. Особенно для своих родителей мы всегда остаемся детьми. Сложно в это поверить, но даже наши политики были детьми. Да, они, конечно же, не родились сразу такими, какие они есть. Так сказать, со всеми уголовными делами, со всеми декларациями, переписанными на жену в 7-летнем возрасте. И не приходили их родители к роддому и не кричали. Ну, кто там у тебя? Коммунист, социалист, пасовец. А в ответ им независимый депутат. Такого не было. Но, но, мало кто видел наших слуг народа в столь юном возрасте. Но мы не были бы мы эксклюзив-ньюс, если бы не нашли эксклюзивные фотографии. И сейчас мы с вами и посмотрим этот детский альбом наших политиков. Благодаря нашему фотоальбому у вас есть уникальная возможность увидеть наших политиков в детстве. Маленькая Маечка Санду стала первой девочкой-старостой своего класса. Но голосовали за нее не одноклассники, а дети из параллельного класса. Жорик Кавкалюк, когда учился в начальной школе полиции, боялся ветрянки. Поэтому всех детей вокруг он обливал зеленкой. А еще, когда на трудах все делали табуретки и киянки, он строгал гробы. Ионел Чебан рано начал разговаривать. И первыми его словами были... Жор, солянца! Еще будучи в яслях, он обновил игрушечный парк, сломал все незаконно построенные из песка паски и поднял налог на беседки. С Андрюшей Настаси все хотели дружить, потому что у него были самые красивые игрушки из Франкфурта. Особенно к нему тянулась Маечка. Но потом ей самой начали присылать красивые игрушки из Америки, и она забыла про Андрейку. В школьное время Игореша Гроссу больше всего любил дежурить на дверях. Он не пускал в школу детей без сменки, опоздавших или детей с приднестровской пропиской. Наталица Албат с детства любила фотографироваться и сидеть на травке. Она ходила в трусиках... А, нет, это фото, когда она уже взрослая. Ренатик Усатый был в детстве забиякой. Он убегал из садика, учил детей чокаться компотом, а пока все пели песенку «Пусть всегда будет солнце», он вовсю кричал «Пусть всегда будут солнцевские». Игореша Дадон, или как его называли одноклассники Игорь Николаевич Дадон, ходил в школу не с портфелем, а с кулечком. Маленький Славик Платон с детства не любил ездить в лагерь, потому что один раз его родители забыли там аж на 4 года. Нам очень долго пришлось искать фотографию маленького Владимира Воронина, но мы все-таки ее нашли. Это единственное изображение маленького Вовы, сделанное в эпоху палеолита. В прошедшую субботу некоторые школьники уже заранее отмечали День защиты детей и пошли на концерт детского песенника из Башкортостана Алишера Тагировича Валеева. Что в переводе с башкирского переводится как «Маргенштерн», что в переводе с немецкого переводится как «Утренняя звезда», что в переводе на румынский переводится как «Лучафру». Закальцевали. Вот почему сошел с ума Михаил Менецкий. Вернемся к концерту Алишера. Во время песен, которые, так сказать, извергал рот исполнителя, некоторые уже вели себя не по-детски. Антисанитария, несоблюдение антиковидных норм, выпивка, наркотики. И это все только лишь на сцене. Что было там внизу, вообще не подается описание. Но, ну, там, это свобода, она, как бы, европа, демократия, ну, че, вы ходите, демлям? И все началось, все началось, и было понятно, в принципе, как это все пройдет. С самого приглашения уважаемого Алишера на свой концерт. Посмотрите сами. Ебать, Кишинев, я не понял, вы не верите, что у нас концерт 29 мая? Ну, в принципе, все, к кому обратился Моргенштерн, билеты на его концерт и купили. И это хотело. Многие скажут, да ты что, ты не понимаешь ничего в музыке. Это модно, это стильно, это молодежно. Я вам так скажу, если мода вот так вот выглядит и звучит, я не хочу быть модным. Как говорится, прости нас, Юра, мы все прорыгали. Причем я обращаюсь сейчас к Юрию Шатунову. Прости нас, прости, что мы взяли твои белые розы, белые розы и бросили их туда прямо в отчество Алишера Тагировича. Но многие, кто пришли на этот концерт, они даже обрадовались этим звуком. Они подумали, блин, Моргенштерн ради нас придумал новый трек, я его прямо сейчас представил. Если честно, для меня все песни Моргенштерна звучат приблизительно так же, понимаете? Но не будем судить, каэрица, музыкантов. Я только так скажу, в моем детстве я слушал какие-то другие песни. Вот, например, как в Африке, Егор, вот такой вышины, прекрасная, далеко. Пусть всегда будет море, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. А сейчас какие песни слушают дети? Посамси. Сотни б**к хотят к**у. Мне б**к. Ну и, конечно же, я съел деда. Вот такое вот оно, музыкальное меню современной молодежи. Надо что-то переделать, потому что это я вам только лишь название песен Моргенштерна прочитал. А сам текст там вообще капец. Вот давайте посмотрим небольшое ревью с этого концерта, чтобы вы поняли, насколько это все шикарно. Сейчас хочу увидеть все трясущиеся молдавские жопы. «Пасаси». «Напаши! Пасаси! Пасаси! Пасаси!» «Ст Anti-acionalлайн! Пасаси! Пасаси! Едино! Едино! Радую только одно, что в конце выступления зрители одумались и все-таки попрощались с автором, так как он заслуживает. Наверное, многих попустило и говорят, о господи, что я сейчас услышал, о нет. Но! Но! Есть мнение, что это все монтаж, что это фейковое видео и аудиодорожку взяли из другого концерта, который тоже прошел в нашей стране буквально недавно. Вот мы сейчас вам покажем оригинал. Пожалуйста, давайте соблюдать социальную инстанцию ради приличия, иначе завтра соберутся в мирную организацию здравоохранения. Едино! Едино! Технический прогресс не стоит на месте. Уже туда-сюда по планете снуют беспилотные автомобили. В космос летают ракеты многоразового использования. В Кишиневском общественном транспорте. Запустили электронные билеты. Ну, как электронные. Кондукторы ходят с терминалами. Но они электронные, а? Прогресс бьется дальше. Вот в России. Например, в России. К вынесению судебных решений привлекли... Искусственный интеллект. А? Каково это? Теперь все, господин Навальный. Генеральный прокурор теперь вам заявит. А ну-ка, накиньте еще пятнышку этому берлинскому пациенту. Вот так теперь будут судить в России. Но не спешите расстраиваться. Эти роботы и этот искусственный интеллект будет заниматься взысканием налогов. Задумка интересная. Означает ли это теперь, что судьи будут брать взятки в биткоин? Не совсем, не совсем робот будет помогать обычным судьям собирать документы и реквизиты. Но это пока совсем недолго осталось. Ближайшее будущее. Представьте, Саратов, бар. Вы с друзьями играете в русский бильярд. Потому что русский. Это там, в Москве, американка, так сказать, друг другу в лузы загоняет. Но вы играете в бильярд. И тут приходит робот такой, подходит к вам, говорит, мне нужна ваша декларация налоговая. Почему вы одежду, мотоцикл и все остальное переписали на жену? Пожалуйста, пройдемте со мной на кухню. Ну и вы там уже пытаетесь взять маски всякие и так далее и тому подобное, но не пройдет. Робот вас оштрафует и уедет. Очень хотелось бы увидеть, как такому работнику налоговой Андрея и Анастасия будут показывать свою декларацию. Интересно. Но ведь когда-то такие технологии доберутся и до нашей страны. Я, например, очень хочу увидеть искусственный интеллект в суде. Давайте так, уберу в сторону искусственный, хотя бы увидеть интеллект в молдавском суде. Потому что некоторые решения, которые там выносятся, поражают. Но насчет искусственного налоговика, да, так сказать, искусственного работника государственного аппарата, уже проводятся такие испытания, уже есть первые роботы в разработке. И к нам попали уникальные кадры вот этого бета-тестирования. Давайте посмотрим. Какие документы нужно принести для ООО? А нет помощника на русском языке? Да не знаю я, румынский, что нельзя было установить версию на русском. Че документе требу саваадук пентру сереле? Уклипе. Мне всегда нравились люди, которые умеют совмещать работу и отдых. Например, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на море, на яхте, обсудили вопросы. Сотрудничество в рамках союзного государства и заодно отдохнули. И что в этом мире только они одни, однако с другого берега за ними наблюдали крымчане. Красиво плывут. Кто? Вон так груб, в полосатых купальниках. Они, конечно, не только плавали, они еще и обсуждали второй транш российского кредита. У нас есть уникальные кадры, снятые со скрытой камеры, когда Александр Григорьевич во время обеда напомнил Владимиру Владимировичу об обещанных денежках. Это видео нам прямо с самолета скинул Протасевича в Телеграм. Последнее, которое успело. Кстати, когда президент России дал добро на второй транш в полмиллиарда долларов, Александр Григорьевич подошел к нему и сказал, Владимир Владимирович, спасибо вам большое, но вы же знаете, как я ненавижу этот загнивающий Запад. Ну зачем вы нам даете, значит, именно в долларах, в этих грязных зеленых бумажках? Дайте, пожалуйста, в белорусских рублях, потому что у нас такой большой процент в этих всех обменках валют в Белоруссии. Ладно, будь вам в рублях, но больше всего прессу заинтересовал момент, когда вот они вдвоем стояли на яхте, что-то там обсуждали и начали смеяться. И у нас есть это обсуждение благодаря нашим звукооператорам Петреску и Башереску, которые уловили, уловили, прочитали по губам и восстановили эту запись. Давайте послушаем, с чего вы это смеялись. Что говорит зэк, когда заходит в хату? Что? Привет, это Навальный. Итог этой встречи таков. Александр Лукашенко получил транш в полмиллиарда долларов, Владимир Путин получил ровный загар. Помните Андрея Бахметьева и его рубрику «Очумелые ручки»? Именно благодаря ей мы научились, как из пластиковой бутылки сделать поливалку, как из шишек сделать вешалку, как из клея ПВА и пакета сделать передачу Орадирас? Ну вот, как сделать из обычного пикапа целый бензовоз? На этот вопрос нам ответят американцы. Именно там нашелся такой вот очумелый рукодел. Что он делает? Зачем он наливает туда бензин? Может, это представитель молдавской диаспоры? Он услышал, что у нас тут бензин дорожает и решил заполнить всю эту конструкцию 95-м и будет уже в клетчатых сумках передавать по чуть-чуть, так сказать, развивать свой бизнес. Но нет, навряд ли, навряд ли, потому что никто из Молдавана не стал бы так обращаться с ценным грузом. Едет себе и разливает. А ну как ему не стыдно, а? Американские деды в Ираке за что кровь проливали? Чтобы он сейчас бензин этот проливал? Да будет и вот этими самыми демократическими руками. Нет, все, он тут, но. Ну, при Трампе такого не было. Но зато и при Трампе, и при Байдене есть рубрика под названием Америка Ньюс, где американцы наши родные про нас говорят, про молдаван. Давайте послушаем. Благо уже все для нас перевели. Good evening. Это Америка Ньюс. Мы говорим американцам правду и только правду. Сегодня мы вам расскажем о государстве, которое граничит с Румынией и бедностью. О Молдове. Стране, где настолько хорошая экологическая ситуация, что деревья растут прямо из асфальта, где золушка подрабатывает дальнобойщикам, и где в аэропорту потеряться может все, что угодно, даже подтанцовка певицы Сия. Главным новостям. В Молдове стартовали выборы в парламент. Для того, чтобы набрать больше голосов, лидер партии Pace начал воскрешать мертвых. Что по этому поводу скажет наш эксперт? Вообще-то использовать магию вне Хогвартса запрещено. Но для того, чтобы заставить людей голосовать за себя, господин КФК Люк и его сторонники не только воскрешают мертвых, но и выливают на людей приворотное зелье, а также произносят специальные заклинания. Новости правопорядка. В Чесинеу в связи с нехваткой шерифов завезли робокопов из соседней Румынии. Правда, забыли прошить их на молдавские настройки, поэтому они стоят на заводских, румынских. В чем дело? Да, слоися, да, слоися, думали. Че орем так, я не знаю. В Дин? Че орем так. Никуда ты? Че орем, спрашиваешь? Румыния должны ли эксприматься? Да ладно, слышишь? Румыния, блядь. В Румынию пойдешь и там будешь разговаривать, ты румынская, блядь. В Чесине. Ты че в Румынии? Да. Серьезно? А ты не обу**ал? В установке румынских робокопов есть и плюсы. Если они берут взятки, то только в Ронах, которые в Молдове есть только в матрасе у Гимпу. Новости регионов. Только что в нашу студию поступили кадры из города Уандинец с концерта в честь визита настоящего друга Америки и по совместительству президента Молдовы Майи Санду. Румыния! Румыния! Санду! Погода прожигайся в Ронах! Данное событие прокомментировал человек, который предугадывает погоду по боли в суставах. Президент Байден. Ах, молодец Майя, молодец внучка. Все-таки решила поговорить с людьми за пределами Фейсбука, чтобы узнать, что о ней там думают. Не зря училась у нас в USA. Осталось только научить ее отличать Дерека Хогана от Барака Обамы. А то ходит к нему в посольство каждый день, просит президентского совета. Сегодня мы говорили о Молдове, стране, где технический прогресс настолько продвинулся, что теперь люди пользуются беспроводными автозаправками. Как вы думаете, кто самый влиятельный в Молдове? Политики? Нет. Полиция? Нет. Налоговая? Нет. Таксисты? Да, именно таксисты. Именно они и одна женщина стали героями нашей следующей новости. Смотрите. Двое мужчин, работавшие таксистами, получили 15 тысяч евро от жены осужденного, утверждая, что могут помочь ему избежать тюремного заключения. То есть женщина собрала такую сумму, и вместо того, чтобы дать их адвокату, я не знаю, судье этого дела дала их таксистам. Получается, есть такие люди, которые верят таксистам, да, которые говорят, да, это я сейчас таксую просто. Раньше я бизнесмен. У меня вообще и до сих пор свой бизнес. У меня столько машин. Я что сейчас на даче? У меня просто это, каен в гараже сушится. Буду же у нас на мокром выезжать. Да, доверчивая женщина, доверчивая. Это, наверное, тот человек, у которого дома вся, весь серван забит духами Армении, купленными у производителя, что я от Вигауру привез, привез, возьми, 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 два, возьми, два. У нее пауэрбэнки, купленные у вокзала. И что еще хуже, это диплом аграрного о том, что она высшее образование получила. Не будьте такими наивными, как эта женщина. Не будьте такими наивными, ведь сейчас начинается еще и предвыборная кампания. А там в каждой партии, поверьте, по 101 такому таксисту, который говорит, да, 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 дайте нам, дайте нам, там все будет хорошо. Не будет хорошо, только если вы будете смотреть эксклюзив-ньюс. Вот в эксклюзив-ньюс все всегда заканчивается хорошо. Это были мы. Спасибо, что с нами были вы. Увидимся ровно через неделю в 23.00 на канале ТНТ и Экслифт-ТВ. Берегите себя и не будьте поводом для обмана таксистов. Пока-пока. Дим, скоро такси приедет. Нам еще на друг бун успеть надо. Да вот, вот, вот уже почти подъезжаю. Так, что здесь? Дача, цвет хлебный мякиш, прибудет через 5-7 лет. Выходите без звонка. Ладно. Думаю, пешком будет быстрее. На тополе.